Один из главных праздников отметили в Пензенской епархии – День Чествования Тихвинской иконы Божьей Матери. Каждый год в начале июля центром духовной жизни региона становится Керенский Тихвинский монастырь в селе Вадинск, основанный в честь святыни три столетия назад. В этом году торжества юбилейные. Они проходят 15 раз в новейшей истории обители. Подробности у нашего коллеги Евгения Белохвостикова. 15 лет назад от монастырских храмов оставались одни руины. Этот корпус сейчас единственный, до которого еще не дошли руки строителей. А остальные были возвращены монахом еще в более плачевном состоянии. Глядя на нынешнее благолепие обители, нельзя не поверить в то, что Дева Мария все эти годы сама помогает возрождать поруганное. Мы верим и надеемся, что преблагословенная Владычица Наша Богородица покрывает каждого, кто приходит в эту святую обитель. Дай Бог, чтобы вы, владыка, посещая нашу святую обитель, видели в братья нашей святой обители тех тружеников на небе Божией, которые, не щадя себя, трудятся в обители. Керенская Тихвинская икона Богородицы явилась здесь, на святом роднике, и на месте явления по указу царя Федора Алексеевича основали монастырь. Подлинник чудотворной иконы утерян, но и списку честь воздают достойную. Даже архиерей молятся перед ним на коленях. Обитель в Вазинске – одна из самых любимых пененскими паломниками. Многие приехали сюда еще накануне праздника, чтобы помолиться за всеночный, искупаться в святом источнике и спить его целебной воды. Сейчас перехожу по праздникам. Приезжаем, Матерь Божия, помолиться за своих детей. Это самое главное. Простите мне помощь Божия. Тихвинский монастырь стал первой мужской монажеской обителью в современной истории Пензенской епархии. Нижнеломовский и Пензенский начинали возрождаться, как его подворья. Недаром Владыка Вениамин называет Керенскую обитель Троицы Сергиевой Лаврой для сурской земли. Под покровом Царицы Небесной на этой земле иноки продолжают служение уже три столетия. И верят, что теперь их труды и молитвы никем не будут прерваны.